Молодые мамы, родившие второго ребенка до 35 лет, будут получать доплату в размере 250 тысяч рублей. Деньги будут выдавать помимо выплат материнского капитала, который сейчас составляет 453 тысячи рублей. Законопроект, призванный стимулировать деторождение в стране, сейчас разрабатывают сотрудники Минтруда и Минфина. Планируется, что он вступит в силу уже в следующем году. Жителям Татарстана выплатили 412 тысяч рублей за заявки в народный контроль. Все они сигнализировали о продаже алкоголя ночью, а также о точках, не предусмотренных для торговли спиртными напитками. Напомню, на вознаграждение за сообщение о нарушениях в сфере торговли алкоголем президент республики выделил 1 миллион рублей. Не спи за рулем. Так называется проект, запущенный в Татарстане. Направлен он на профилактику выявления и лечения расстройств сна у водителей автотранспорта. В рамках проекта в крупных городах республики пройдет анкетирование, при котором определят водителей, входящих в группу риска. Их обследуют в сомнологическом центре и назначат лечение. В Татарстане за последние 7 лет не было допущено ни одного лесного пожара. Таковы данные Минсельхоза республики. На середину августа зафиксировано 258 так называемых термоточек. Мест не санкционировано пало сухой травы и кустарника. Превратиться в пожары им не давали отряды МЧС и добровольной пожарной охраны. С субботы, 19 августа, меняется расписание пригородного поезда «Набережные Челны» и «Жевск», курсирующего по субботам и воскресеньям. Со станции «Набережные Челны» электричка отправляется в 6.15. На остановочный пункт 198-й километр прибывает в 6.33, Тихонова в 6.39. Далее по расписанию. Продолжение следует...